ВКР Оружие Дипломника Ну а прежде чем передать ей слово, я хотел бы сделать несколько комментариев к своей публикации в чате, которую вы можете найти в самом начате, на верхушке чата нашего. Там я разместил несколько наших полезных ссылок. Первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу. Главная страница нашего сайта, она же и страница расписания. На этой странице можно зарегистрироваться на все онлайн мероприятия, которые пройдут в Директ Академии до конца нашего учебного года. Всего у нас запланировано в настоящий момент более 160 мероприятий. Расписание будет пополняться, но уже сейчас оно в целом определено и зарегистрироваться можно прямо сейчас на будущие мероприятия. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе. И по этой ссылке вы можете посмотреть все записи наших вебинаров, которые состоялись за время существования Директ Академии с 2014 года. Всего там 350 с лишним записей вебинаров, огромное хранилище информации. Так что я думаю, что если вы подпишетесь на наш канал, это будет правильно. Ну и разумеется, запись этого вебинара тоже попадет туда через некоторое время, возможно сегодня вечером уже. Третья ссылка ведет на наш, на страницу онлайн курсов компании Директ Медиа. Посетите ее, чтобы посмотреть, есть ли у вас желание поучиться онлайн по разным направлениям. В настоящее время у нас там 8 курсов предлагается, со временем будет больше. Вот так что добро пожаловать на наши онлайн курсы. Ну и последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, по которой вы можете получить сертификат на все вебинары, которые вы посетили. Ну что ж, это нет, это пока не все. Еще я хотел бы вам представить три будущих вебинара, которые пройдут уже на следующей неделе. Вот эти вебинары теперь на этот раз уже в конце чата, они в начале. 29 числа в понедельник вебинар проведу я. Это будет последний мой вебинар до декабря, потом я на месяц пропаду из эфира. Я в качестве спикера, в качестве организатора все равно останусь. Вот. Вебинар будет называться «Новые медиа в обучении. Изображение высокой четкости». Моя любимая тема, так что приходите, да, узнаете о гигапиксельных картинках, и как их применять в образовании, и какие при этом инструменты надо использовать. 30 октября очень интересный вебинар, необычный для нас. Очень интересного спикера я пригласил, Алексей Ниццу, который в свое время работал в замечательной организации, которая называется «Теплица социальных технологий», делал образовательные ролики. А вот сейчас он совместно с друзьями сделал очень интересную вещь – «GeoService Go Local» для совместного сбора геоданных. Речь идет о том, что это приложение устанавливается на телефоне, и каждый из тех, кто установил это приложение, может ходить по какому-то району, где расположены какие-то интересные точки, делать замеры какие-то, публиковать цифры, публиковать свои текстовые замечания. Потом это сводится в единую таблицу, и эти данные можно обрабатывать уже достаточно просто, и делать какие-то визуализации, и многое другое интересное. В общем, очень интересная работа, и я сам с удовольствием его послушаю, и вас тоже приглашаю. Ну и последняя строчка – это в среду будет вебинар 31 числа «Авторское право и открытая лицензия в интернете». проведет ее Константин Леонтьев, юрист компании «Директ Медиа», кандидат юридических наук, доцент. Он у нас каждый год проводит вебинары, они неизменно пользуются спросом, и на этот вебинар я тоже вас приглашаю, и я надеюсь, что будет интересно. Ну, фонит сейчас, сейчас я уйду, и фонить не будет, и придет настоящий спикер. Что ж, на этом заканчивается моя вводная часть, и я приглашаю Татьяну для... ...наш вебинар. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш вебинар, и давайте радость сегодня видеться, видеть всех здесь, кто пришел, много знакомых лиц. Коллеги, давайте для начала проверим по традиции связь, фонит ли, хорошо ли слышно, хорошо ли видно. Плюсики в чат поставьте, пожалуйста. Все ли у нас нормально, видно ли рабочий стол? Замечательно. Я еще немножко поговорю, посмотрите, как со звуком. В папке ресурсы по традиции презентация уже выложена, поэтому, пожалуйста, можно заходить скачивать к нашей сегодняшней теме. И вроде бы у нас сегодня тема вебинара такая не очень, может быть, завлекательная, интересная, как некоторые другие темы. Слишком может быть обыденная, ВКР, дипломы. Да, но достаточно актуальная на сегодняшний день, потому что октябрь месяц, время утверждения дипломов, время выбора тем. Горячая пора наступает для дипломников и для научных руководителей. И есть много моментов, о которые мы начинаем запинаться. Сначала наши дипломники, потом вместе с ними научные руководители начинают это все разгребать. Поэтому сегодня мне хотелось бы с вами поделиться небольшими, опять же, в своей традиции, небольшие хитрые приемы, фишки, лайфхаки. То, что может помочь при работе над дипломом. В основном мы будем обращать внимание на оформление. По содержанию, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть коснемся. Ага, вот Светлана Николаевна понеслась, да, понеслись дипломники с деканатов. Поэтому я сегодня вот такие вот небольшие хитрые приемы вам покажу, расскажу. То есть на что и мои дипломники, когда вела дипломы до недавнего времени, натыкались. И часть из этих приемов мы находили с ними опытным путем. И последующие поколения тоже могут на этом же запнуться. Поэтому лучше быть готовым ко всему. Ну, сегодня немножко отойду от темы оформления и поговорим по вопросам, вот тем самым актуальным, которые уже начинают возникать на организационном этапе и на первом исследовательском этапе. Это то, что касается темы объекта, предмета, целей и задач. Как это сформулировать? Вот вечный вопрос у дипломников, который является очень важным, на мой взгляд, потому что он потом за собой тянет целую череду проблем. Ну, помимо затрат времени на оформление списков, ссылок и прочих моментов оформления текста. Ну, вот эти вот первые два вопроса, сегодня мне хотелось бы на них уделить внимание, но опять же без особого углубления в теорию, а показать некоторые, может быть, полезные какие-то вещи, которые мы вот с нашими дипломниками тоже делали, искали по различным источникам, находили потом это все аккумулировали и вот поделиться с вами то, что есть у нас, то, что может помочь вам. И прежде чем мы перейдем к нашему вебинару, уже окончательно нырнем в эти вопросы, я хочу поздравить наших победителей, а я напоминаю тем, кто знает и говорю для тех, кто на прошлом вебинаре у нас не был, Руководство Директ, портал Директ Академия разрешило нам провести вот такой вот, ну, не сказать, акцию, эксперимент, наверное, с выдачей бесплатных дипломов и на прошлом вебинаре мы эту практику начали опробировать. В чем она заключалась? В процессе вебинара я просила вопросы и лайфхаки во вкладку «Вопросы» наших участников проявить активность, записать, у нас там собрался целый пул. И потом в нашей группе авторы научных публикаций, группы на Фейсбуке, простым голосованием все участники группы выбирали трех победителей. Вот эти три победителя у нас получили бесплатные сертификаты за прошедший вебинар. Я хочу, коллеги, поздравить наших победителей. Это Слугина Елена, прошу прощения, если я неправильно ударяю по фамилии. Это Гусейнова Надежда и Широкова Евгения. Вот три наших победителя, которым бесплатные сертификаты за прошлый вебинар уже выданы. Ну и мне хотелось бы предложить вам сейчас... Давайте отметьте, пожалуйста, в чате, интересно ли вам это предложение и будем ли мы продолжать эту традицию. На каждом вебинаре во вкладку «Вопросы» вы пишете. Вот сегодня мы будем собирать лайфхаки, то есть какие-то приемы, способы, то, что вы применяете в своей работе. Но единственное условие в конкурсе, в розыгрыше, и участвуют только те лайфхаки, которые будут размещены во вкладку «Вопросы». Ну, чтобы все было по-честному, что разыграем среди участников, бывших, присутствовавших на вебинаре. И, пожалуйста, тогда в группе, когда будет размещен опрос, вот этот конкурс, голосуйте, пожалуйста, за своих коллег. Я там не голосую принципиально, потому что, ну, считаю, это не совсем, может быть, честно будет. Поэтому я оставляю это на вашу активность. Голосуйте друг за друга, потому что на следующем вебинаре в числе победителей можете оказаться и вы. И также будут голосовать за ваш вопрос. Ну, так, используем принцип взаимоподдержки. Все, тогда договариваемся. Интересно, отлично, тогда договариваемся. Во вкладку «Вопросы» по уходу нашего вебинара предлагайте, кратко формулируйте свои лайфхаки по теме оформления и подготовки дипломной работы. Все, даже самые простые какие-то, как говорят студенты, фишки, все равно очень коротко во вкладку «Вопросы» прям закидывайте. Можно формулировать очень просто «Знаю, как сделать то-то и то-то». А уже потом подробнее в группе можно будет в комментариях рассказать, например, про сам способ. То есть вот таким вот способом мы с вами сегодня работаем. Ну и по ходу вебинара для тех, кто подключается чуть позже, я буду так периодически напоминать, рекламные паузы делать. Ну все, с торжественной частью мы завершили, победителей наших поздравили и идем дальше. Это основные вопросы вебинара, то, что вы видите на слайде, это в основном те моменты, по которым и возникают вопросы у дипломников. И какие-то камни преткновения здесь встречаются. Значит, о чем мы сегодня только очень кратко коснемся. список источников, ссылки у нас было целое. Так же, как и оформление иллюстрации, таблицы, рисунки, слайды, презентации. Вот эти вот четыре вопроса. Про список источников мы немножко поговорим. А все остальное это у нас было достаточно подробно рассмотрено на вебинарах предыдущего года, поэтому, как Павел Юрьевич сказал, можно зайти посмотреть на канале наш плейлист. Письменные работы, оформление ВКР и более подробные моменты можно будет найти там. Поэтому, чтобы не перегружать сегодня, я на них подробно останавливаться не буду. А мы сегодня в основном поговорим вот про самые первые, про начало работы. Потому что оно потом все проблемы за собой и потянет. Ну и привожу здесь вам небольшую табличку, которую я нашла в одном из источников. Источник здесь тоже приведен. Общие требования, такие стандартные, но ориентировочного характера параметры, потому что в конкретном ВУЗе они могут несколько отличаться по количеству страниц или требованиям к количеству источников. Но, в принципе, посмотрев различные методические рекомендации разных ВУЗов, там около, наверное, штук 20 посмотрела, примерно да, они вот где-то в этих стандартах во многом соответствуют. Поэтому такую табличку по письменным работам я вам сюда кидаю, на нее можно ориентироваться. И первое, с чего начинается работа над дипломом, это выбор темы, утверждение темы, соответственно, формулирование объекта предмета и конкретизация темы. Тему выбираем двумя способами. Либо это из списка, тогда темы формулируют научные руководители и преподаватели кафедры. Иногда есть возможность конкретизации темы самим студентам. Либо это полностью самостоятельное формулирование студентам. По сути, тема отражает саму формулировку проблемы в такой повествовательной форме. И студент может... Разные ВУЗы по-разному относятся к этому вопросу. Но, в принципе, студент имеет право предложить свою тему, даже если ему предлагается список на выбор. Но это требует серьезного обоснования этого выбора и целесообразности исследования, которые он предлагает. Хорошо, когда тема соответствует и проистекает, связана каким-то образом с практическим опытом студента, практикой его работы, близких ему проблем, возможностей. То есть вот этот момент, он достаточно важный. И не всегда мы используем, и студенты в том числе, используют те возможности, которые в формулировке самой темы уже заключены, когда начинаем формулировать объекты и предметы. А связано это с самой формулировкой, с правилами формулирования темы. И есть очень интересный такой момент. Меньше проблем возникнет с выбором объекта и предмета исследования, если знать структуру самой темы, как она сформулирована. Кстати, это хорошо бы и научным руководителям. Вот это может быть такой подсказкой, когда мы формулируем темы наших курсовых или дипломных работ, ВКР, пользоваться одной из этих схем. Тогда легче будет и вам, и легче будет дипломникам при выборе темы и при формулировке объекта и предмета. Есть несколько схем. Вот три схемы, чаще всего встречающиеся. Первые две чаще всего, третья реже, но тоже может быть. И поэтому, так же, как с библиографическим описанием, если знать, как прочитать, то проблем с выбором литературы и с поиском литературы будет гораздо меньше. Также здесь проблем с формулированием объекта и предмета будет меньше, если мы умеем читать саму тему. Вот примерная схема. Первый тип – формулирование. Формулирование темы от результата. А графически это может быть выражено визуально вот так. От результата или процесса. В теме работы отражается результат или сам процесс. Примерные слова я здесь привожу. Обучение, воспитание, развитие, формирование, разработка особенностей. Затем идет в формулировке предмет. Конкретно что формируем, развиваем, особенности чего рассматриваем, способности, физиологический процесс, возможности и так далее. Затем идет объект, где мы это рассматриваем. Для детей младшего школьного возраста, для лиц, подверженных каким-то заболеваниям и так далее. И дальше средства. Посредством чего и каким образом мы это рассматриваем. Последний пункт не всегда обязателен и не всегда может встречаться в теме. Поэтому это нужно как бы тоже учитывать. Вот это фактически такой набросок для создания своеобразного генератора, формулирования тем. Очень легко по этим пунктам составить список таких общих фраз, общих слов по тематике своей кафедры, по тем темам, которые мы берем на руководство. И тогда с формулированием большого количества тем, вопросов и проблем будет гораздо меньше. Посмотрите, даже из того набора, который здесь есть, можно составить не одну тему. То есть это такой вот не автоматизация в полном смысле, но такая попытка некой алгоритмизации, некого алгоритма. Второй способ, как может быть сформулирована тема, это от метода или от средства. То же самое. Метод, связующая фраза. Если это широкий метод, то мы рассматриваем как способ, как условие, как форма, как путь. Чего? Формирование, развитие. Вот здесь две, вот эти связующие части, они как бы из двух групп состоят. Как воспитание, реализация. И дальше идет определение предмета и объекта. То есть, читая уже само название темы, мы из него можем уже вычленить сам предмет и объект, если пользоваться такой вот формой. Похоже, как на библиографические описания. Ну, например, если по этой теме, по этому алгоритму составлять тему ВКР, ну, например, может звучать так. Так, я сейчас прям не задумаюсь первое, что приходит в голову. Например, групповая работа как способ развития эмпатии у лиц без определенного места жительства. Пусть выглядит несколько смешно, но тем не менее уже сходу можно какие-то темы, пользуясь вот этим вот навигатором, вот этой вот штукой, разрабатывать. И, зная, как вот этот алгоритм построения, структуру темы, можно легче определять объект-предмет и не сидеть, не придумывать их. Ну, и третий способ, это способ формулирования темы, называется спорный. Формулировка может содержать спорный момент столкновения разных мнений, разных точек зрения на один и тот же объект. На одну и ту же проблему. Хотя само слово «проблема» в формулировку не включается. То есть есть один объект и есть два мнения. Ну, например, с той же групповой работой. Групповая работа, двоеточие, способ развития эмпатии или агрессии у детей подросткового возраста. Ну, вот у нас уже спорный момент появился, да, спорная тема. Реже используется в ВКР. Ну, может быть и нет, может быть здесь вы поспорите, но я очень редко с таким сталкивалась, практически никогда. Потому что здесь требуется больше усилий от дипломника. Нужно рассмотреть не одну точку зрения, а несколько еще их обосновать. То есть параллельно увеличивается вот эта нагрузка по проведению исследования. Евгения Юрьевна у нас говорит про условия. На летнем выпасе, да, 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 да. Добавляется элемент, я скажу, вот знаете, где он добавляется? Он может добавляться в любую тему в самом конце, вот когда мы смотрели вот здесь, вот средства, и после этого еще могут идти условия. Но с условиями очень осторожно. Сейчас покажу почему. Что не рекомендуется использовать в названиях работы? Чего лучше выбирать? Вот как раз мы, исключайте из названия, вот как раз мы про условия здесь и поговорим, да. Слова, которые, это тоже вам подсказка, на что обращать внимание. И при самостоятельном формулировании тем студентам пригождается для того, чтобы не переписывать, потом не передумывать темы заново. То, что не несет никакой информационной нагрузки. Да, то есть слова, не добавляющие никакой, ну, можно сказать, полезной ценности к существу, проблема. Некоторые определенные, особые, вот их лучше не использовать. В названии нежелательно употреблять слова, содержащие незавершенность. И вот следующее, указывающее на процесс, вот эти вот две группы, они связаны между собой. Да, исследование, совершенствование, разработка, изучение, некоторые вопросы. В этом случае может произойти размытие границ исследуемого объекта, так как, например, процесс совершенствования, он будет незавершенный. Да, совершенствование бесконечно, до идеала дойти очень сложно, а практически невозможно. И отсюда может возникнуть опасение, что подобные исследования вообще нельзя завершить. Ну, как Александр Любящий всю жизнь искал, да, пытался создать свою периодическую систему биологических элементов, так до сих пор ее никто и не создал. И ему это тоже не удалось, да, но процесс был, вот, запущен процесс был, процесс шел. При определении темы такие слова, как проблема, вопросы тоже нежелательно включать в название. Если без этого никак, но тогда можно, необходимо конкретизировать, да, какой конкретно вопрос ставится в центре исследования, какая именно проблема нами решается. Не всегда уместны в названиях, вот, Евгения Юрьевна у нас сказала, про условия, да, здесь нужно смотреть на их целесообразность. Если эти условия конкретизируют саму тему, тогда да, тогда мы их используем. Если нет, тогда лучше убирайте. Вот в том же, в том же примере, вот Евгения Юрьевна привела конкретизирующие условия, да, в условиях летнего выпаса, в учреждении такого-то вида, в условиях крайнего севера, да, выращивание пшеницы в условиях крайнего севера, это конкретизирующие. Если такого элемента нет, тогда условия лучше не брать. Здесь тоже нужно, прежде чем записывать это условие, очень серьезно подумать. Возьмем мы, например, в условиях, там, рыночной экономики. Смотрите, чем это грозит дипломнику. Тем, что ему нужно будет рассматривать в теоретической части экономика, рынок, рыночная экономика, условия экономики, условия рынка, условия рыночной экономики. То есть вот весь вот этот комплекс дополнительных моментов ему нужно будет туда еще и привносить. Поэтому посмотрите, нужно ли это. То есть когда вы видите в формулировке темы, особенно если дипломник ее сам формулирует, насколько он готов с этим работать. Посмотрите, вносят ли они свою конкретизацию. Чего еще из темы лучше убирать? Лучше, чтобы она была короткой и ясной по форме. Неудобно читаемые, труднопроизносимые фразы, которые могут быть известны только узкому кругу специалистов этой области, тоже очень осторожно. Длина названия, чем короче, тем лучше. Опять же, 10-12 слов максимум, так же, как для диссертационных исследований, не более того. Есть один прием. Несложный такой прием, разбивки названий с помощью простых знаков, двоеточий и скобки. Вот они как раз могут, все уточнения и конкретизации основной темы можно выносить туда. Евгения Юрьевна, они должны конкретизировать тему. Условия, вопрос про условия, они должны сужать тему, а не расширять ее. Они должны ее конкретизировать. То есть, если мы говорим о выращивании пшеницы, рассматриваем ее только в условиях Крайнего Севера, вот здесь мы ее конкретизировали. А там, то есть, мы не сужаем ее совсем до уж какого-то определенного региона, если это не предмет исследования. То есть, здесь тоже все в меру. Все в меру. Про аббревиатуры. Да, с помощью двоеточий и скобок можно эту тему конкретизировать, основную тему. Ну, например, факторы, обеспечивающие гибкость оперативного управления, в скобочках, на примере организации такой-то, такой-то. Да, иногда это оформляют еще в виде, Евгения Юрьевна говорит, в виде подзаголовка. Опять же, нужно посмотреть, есть ли это, если это оговорено в требованиях конкретного вуза к оформлению титульного листа, тогда мы это выносим в подзаголовок. А так, в принципе, если такого жесткого условия не стоит, тогда через двоеточие, либо через, либо в кавычки. Аббревиатуры и другие сокращения тоже в названиях не используем. Если только это не общепринятое и общедоступное. Вот по поводу аббревиатуры, буквально вчера мы как раз с Евгенией Юрьевной, обсуждая вопросы ключевых слов, она упоминает аббревиатуру раз, а я и могу понять, о чем идет речь. Оказалось, это специальный термин, аббревиатура, что-то связанное с аутизмом у детей. Если я правильно помню. То есть вот такие вещи, конечно, в названии ни в коем случае не выносим. И если вот эти формулы, по которым формулируется тема, знать, то есть вот эту структуру, которую мы рассмотрели, три типа, по которым чаще всего темы и формулируются, то тогда нам легче будет определить объект и предмет, то есть они уже в самой теме прошиты. Ну вот смотрите, формулирование темы. Формирование креативности у детей младшего школьного возраста средствами дидактических игр. Это от результата формирования чего? Креативности. Это уже идет предмет. Дети младшего школьного возраста – это объект. И через что? Средствами дидактических игр. Организация социальной работы в центрах планирования семьи. Что здесь будет объектом и предметом? Социальная работа и где? В центрах планирования семьи. То же самое. То есть вот, зная эту формулу, эти формулы, нам легче, и вот, кстати, вот оно в условиях уточнения, да, здесь пошла конкретизация. Вот это, вот эти вот знания, вот этих трех структур, они позволяют нам очень быстро объект и предмет вычленять. То, в чем часто путаются дипломники. Да, вместо объекта и предмета. Объект, ну, их взаимосвязь общего и частного. Объект – это более общее понятие, а предмет – это частное, но лежащее в рамках объекта. В общем виде объект – это то, что предлагается изучать. То есть в качестве объекта может выступать что угодно. Это могут быть явления, процессы, лица, конкретные предприятия, материалы, методики работы, программное обеспечение. Список можно продолжать. Ну, вот примерно то, что может выступать в качестве объекта, вот такая тоже подсказка для студентов делала, принесла вам просто на слайд. То есть когда определяешь объект, смотри сюда. По предметам то же самое. Это вторая составляющая. Конкретизация объекта. И здесь мы выясняем, какая из его сторон подлежит изучению. То есть что мы собираемся изучать. Здесь мы уже уточняем, что именно интересует исследователя нашего дипломника в той или выбранной сфере. И здесь важно, опять же, держаться в рамках объекта, не выходить из него. И чаще всего это отражение каких-либо сторон, либо качеств исследуемого объекта. Свойства, признаки, отношения, какие-то аспекты, новые условия существования. Это все может быть предметом. И с определением, такая метафора очень хорошо подходит, метафора дома. Дом – это объект, и предмет – это составные части этого дома. Например, объект. Если объект – наш дом, то предмет – это может быть и устройство крыши, устройство чердачных помещений, это этажность, материалы, из которых они изготовлены, оптимальное количество подъездов и далее. При сложности могут возникать еще обратного характера, кстати. Предмет вроде бы хорошо представляю, но объект не совсем четко могу сформулировать. Проблемы с определением объекта. Здесь мы идем уже от предмета, если мы его хорошо представляем. Для этого мы путем обобщения просто выясняем, к какой группе или классу материальных предметов, процессов или явлений относится то, что мы собираемся изучить. И от этого уже переходим к более общему, выходим на объект. То есть сложности могут быть, либо хорошо представляю предмет, но не могу сформулировать объект, либо наоборот. Но вот здесь двумя вот этими способами можно пройти от предмета, обобщая до объекта, либо наоборот конкретизируя. Если объект для нас понятен, то дальше мы уже можем рассматривать на примере, если объектом выступает предприятие, то что может являться предметами. Ну вот такой вот пример. И объект, и предмет, их формулировки, они очень важны для того, чтобы потом не было проблем с формулированием целей и задач. Следующий этап. Из объекта и предмета уже вырисовываются сами формулировки целей и задач. Здесь тоже, в принципе, все просто, но когда начинаем формулировать, возникают проблемы. По большому счету цель – это отражение результата, который мы хотим получить. Поэтому это ответ на вопрос, для чего проводится это исследование. Вот если на него мы отвечаем, из этого мы можем и сформулировать грамотно цель своего исследования. То есть это модель ожидаемого конечного результата, решения проблемы. И от цели будет зависеть вся логика проведения исследования, все задачи, сбор материалов. Поэтому внимания на первом этапе, больше всего внимания лучше уделить этим вопросам, правильному выбору объекта, предмета и цели, формулирования цели. А задачи – это те конкретные шаги, требования, которые направлены на решение, на достижение нашей цели. Что необходимо решить, сделать, выполнить для того, чтобы этого достичь. И опять же, по формулировке задач тоже возникает вопрос. Во-первых, по его количеству. Сколько задач должно быть на исследовании. Опять же, смотрим методические требования ВУЗа. Если там указано четко количество задач, такое-то – это один вопрос. Если не указано, то исходите из самой простой схемы. Один параграф, одна задача. Это легче и научному руководителю проверять потом работу, и самому студенту выстраивать работу над подготовкой ВКР. Если я знаю, что в каждом параграфе я решаю одну задачу, то мне легче и провести исследование, и описать ход решения этой задачи, и сделать выводы. Потому что в конце каждого параграфа мы пишем очень короткий вывод по параграфу. Это то, что потом пойдет в слайды для защиты презентации. И это уже своеобразный переход к следующему параграфу. Такая небольшая логическая связка. То есть последний абзац – это подведение итогов, и мы говорим, решили или не решили задачу, за счет чего. Это, кстати, помогает потом, такое прописывание коротких результатов по каждому параграфу, и по каждой главе помогает потом очень быстро собирать презентации для защиты. Не надо сидеть, вымучивайте себя, у меня уже все готово. Копи-пейстом вставил и убрал лишнее, то, что могу сказать устным. Для формулировок целей и задач. То же самое требование, конкретика и ясность. И для этого рекомендуется использовать различные глагольные формы и речевые обороты. Неизучение, мы же задачу не формулировать, вот это общее место, да, то, что называется результата ориентированной формулировкой задачи. Задача ориентированная на достижение результата. Там используется глагольная форма и ясный результат, краткое описание, чего мы делаем, суть самой задачи. Не изучение, анализ, рассмотрение, мы же так задачи не ставим, поэтому обязательно глагольные формы. Вот на этом часто студенты делают ошибку, что потом выходит в указание недочетов теми же внешними рецензентами. То есть примеры, вот я тоже подобрала примерные формулировки, их можно дополнять, их можно добавлять слова, да, но обязательно это должен быть глагол. Я ставлю задачу изучить, в результате изучил, получил такой-то результат. Рассмотрел, рассмотреть, рассмотрел то-то, 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 вот такой-то вывод. Выводы по параграфам писать легче. И задачи исследования могут включать в себя следующие элементы. Вот они будут меняться в зависимости от характера исследования. Первое. Решение определенных, это задачи связанные с решением определенных теоретических вопросов, которые входят в общую проблему. Там выявление сущности исследуемого понятия, дальнейшее совершенствование его определения, разработка признаков, критериев эффективности, принципов, условий применения и так далее. И чаще всего такие задачи начинаются с глаголов. Изучить, обобщить, проанализировать, раскрыть, обосновать, выявить. Чаще всего они используются при составлении задач теоретической части, больше связанной с теорией. Второй тип. Эти типы прямо в презентации, кто скачал, потом можете воспользоваться. Примерные вот эти, как у нас говорят наши методисты, дескрипторы. То есть слова, которые рекомендуется использовать для формулирования этих задач. Второй тип – это эмпирическое или экспериментальное изучение практики решения данной проблемы. То есть здесь мы выявляем ее типичное состояние, черты, передовой опыт, практика других организаций или людей, которые решали эту проблему или решают. И вот слова, которые характерны для формулировки этих задач. То есть это скорее к той части, к той главе, к тем параграфам, где мы рассматриваем изучение уже существующего практического опыта. Обоснование необходимой системы мер для решения поставленной задачи. Это тоже туда же. И вот какие слова здесь можно тоже использовать. Эти задачи этого элемента, относящиеся к этому элементу, они прямым, очень тесно и прямым образом, наверное, связаны с преобразованием предмета исследования. То есть мы что-то с ним планируем делать. И четвертый вид задачи – это экспериментальная проверка или эмпирическая проверка предложенной системы мер с точки зрения ее, наверное, соответствия критериям. То есть достижения максимально возможных в данных условиях результатов, при которых мы можем, результатов решения этой задачи. То есть это уже скорее для практической части подходит. Это то, что мы практически уже в третьей главе описываем практическое решение, апробацию разработанных ранее наших предложений. И разработка на основе либо свой опыт, либо опыт существующей организации, как они решают эту проблему. И последняя часть, последний элемент, как еще могут быть сформулированы задачи, это разработка на основе проведенного исследования определенных методических методик, рекомендаций, рекомендательных материалов. И здесь вот следующие слова, характеризующие следующие действия для формулировки задач мы используем. И вот это уже для самой последней части подходит, да, там где мы разрабатываем свои предложения и в заключении тоже их можно хорошо использовать и применять. Вот это вот такие короткие подсказки для формулировки целей и задач, объектов и предметов. Дальше мы переходим уже к поиску информации. Да, 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 да. Вот, кстати, Александр Сергеевич, да, теоретическая часть, аналитическая, конструктивная или практическая ее еще называют, да, практическая часть вашей выпускной квалификационной работы. Вот эти вот задачи, пять вот этих вот типов, они как раз по этим трем частям и распределяются. То есть выбираете подходящий нужный элемент и вот слова-дескрипторы у вас уже есть, как сформулировать задачу для этой части. Где искать информацию? Ни в коем случае не просто, не просто в интернете, а основные направления. Вот еще раз напоминаю, про поиск информации мы тоже очень много говорили на наших предыдущих вебинарах очень подробно. Так, сейчас я посмотрю, здесь у меня есть. Ага. Если мы берем информацию из интернета, обращайте внимание на качество ресурсов, не все можно вносить в список источников и не на все можно давать ссылки, они должны все-таки лучше, если это специализированные сайты, а не просто развлекательный портал, на котором, может быть, была выложена очень полезная информация. Такие случаи у меня были. Тогда имеет смысл эту информацию поискать, лекцию или текст поискать на других ресурсах. Скорее всего, он там есть. И последний в этом списке – кибербиблиограф. Коллеги, кто слышал, а может быть, пользовался этим приложением, есть у нас здесь такие в зале сегодня? Поставьте плюсики или минусики. Мне просто очень интересно. Татьяна Васильевна, насколько удобная штука? Можете дать обратную связь очень коротко в чат? Можно очень коротко, довольна, недовольна. Помогло, не помогло. Не всегда. Что это за кибербиблиограф? Это приложение. Приложение киберленинги. Информация о нем размещена. Да, Евгения Юрьевна, киберленинга. Но в самой киберленинге его я, например, не обнаружила. То есть оно действует как приложение «Виртуальная справочная служба», этот подбор литературы библиографом, на странице киберленинги ВКонтакте. Вот там она, да, она существует, она есть. И прямо из этого, если зайдете в контакт на страницу киберленинги, там прямо из нее можно это приложение открыть. Сейчас я попробую даже найти эту страничку. Вам дальше есть. Сейчас я вам ссылкой сюда кину на всякий случай. Просто зайдите, посмотрите, попробуйте этот ресурс, эта страница ВКонтакте. И там открывается форума, где вы заполняете как бы свое требование, да, по какой теме, какая литература, какие источники вам нужны. И библиографы, уж не знаю, вручную ли, живые ли там люди, или это с помощью искусственного интеллекта, такой бот-кибербиблиограф, кто там проводит подбор литературы, они обещают предоставить список по вашей тематике, основываясь на своих фондах, на своей базе. Вещь интересная, но прежде чем рекомендовать студентам, я бы все-таки посоветовала и вам попробовать, и самой вот сейчас собираюсь тоже попробовать оценить этот ресурс. Наверное, завтра буду с ним заниматься, потому что сама только-только буквально вчера узнала, что есть такая вещь. Поэтому мне интересен был опыт тех, кто уже пользовался, поделиться своими мнениями. Если попробуете, коллеги, пожалуйста, в нашей группе напишите плюсы, минусы, поделитесь своими ощущениями. Но у меня было подозрение, что не всегда эта вещь может помочь и сработать, потому что не всегда все нюансы поиска автоматическая система может учесть из того, что нужно нам. И мы все-таки выбор, ну, мое мнение, что человек все-таки выбор сделает гораздо лучше, чем любая автоматизированная система. Но такой ресурс есть, он появился, поэтому имеет смысл его посмотреть, попробовать. А может быть, для начала поиска это и неплохо. Может задать какие-то отправные точки, и дальше уже по ссылкам мы можем найти информацию. Вот это, кстати, еще один из способов, про который студенты забывают на этапе подбора литературы. А по моей литературе очень мало. Источников я нашел всего три. Хорошо, три источника. А ты смотрел библиографический список к этим источникам в конце? Нет. А почему? Посмотри ссылки, даже если это всего три статьи, которые ты нашел, больше ничего. Открой, посмотри библиографический список в конце. Посмотри ссылки, на которые ссылаются авторы этих статей. Найди эти источники, открой, посмотри. Там тоже будет свой библиографический список, и там тоже будут свои ссылки. Воспользуйся ими. То есть вот этот поиск по ссылкам иногда дает гораздо больше результатов, чем поиск по интернету, либо по каталогу. Потому что мы уже находимся в поле той темы, которая нас интересует. Есть от чего оттолкнуться. Поэтому на особенно первом этапе, когда только начинается сбор литературы, я студентам, например, рекомендую, я говорю, вот этот поиск по ссылкам, он очень хорошо работает. И по источникам, еще раз напоминаю, коллеги, ютубовские ролики, видеосюжеты, лекции, то, что выкладывается. Ссылаться на них, конечно, можно, но имейте в виду, что внешние, например, рецензенты, которые будут, сейчас работы проходят, внешние рецензирования, они могут не с честь возможным засчитать данные виды. И к публикациям они, источников и к публикациям они не относятся, и насколько это действительно научный источник. То есть здесь очень большой вопрос. Хотя это сейчас идет такой переход на видео лекции, и хочешь не хочешь, но иногда материал существует только в виде лекции, но не в виде текста. Найти его достаточно сложно, но вот здесь нужно решать этот вопрос в индивидуальном порядке. То есть если адекватного материала, аналогичного материала нет в печатной форме, если это некая уникальность, неповторимость, и высокая ценность научная или практическая, то тогда нужно быть готовым это обосновывать в каждом случае. Во-первых, разговаривать с научным руководителем, а во-вторых, придется иметь в виду, что придется обосновывать возможность применения этого вида источников в своей работе. Почему именно этот? Неужели ничего другого не существует? С этим нужно быть очень осторожными. По методам исследования, тоже по формулировкам. Когда начинаем писать, возникают тоже проблемы у студентов. Методы исследования будут связаны напрямую. Цепочка протягивается от темы исследования по всей работе. И с целями, и с задачами, которые мы ставим, и с объектом, и с предметом. То есть метод исследования – это способ получения достоверных научных знаний, практических навыков, данных в различных сферах. И это может рассматриваться метод как совокупность приемов. Поэтому вот какие методы могут быть использованы в исследовании. Примерные тоже формулировки они здесь приведены. Ну и очень коротко по анализу. Это рассмотрение предмета или явлению с учетом его индивидуальных свойств или признаков. Синтез – это объединение отдельных элементов, свойств или признаков в одно целое. Моделирование. Существующий объект исследования мы проектируем на определенную модель. Аналогия – это подчеркивание сходств отдельных предметов по каким-либо качествам. Ну и дедукция от общего к частному и наоборот от частного к общему. Выводы с учетом множества частных свойств предметов. Обобщение, классификация, наблюдение. Ну и дальше все с ними в принципе понятно. Но выбор метода будет зависеть напрямую от тех целей и задач, которые ставим. То, что студенты не всегда делают, правильно формулируют в работе. В своей работе. Например, при исследовании можно использовать следующие методы. Изучение, анализ научной литературы. Там сравнительный анализ. Моделирование, интервьюирование, наблюдение. Но опять же, нужно учитывать, что эти методы должны быть отражены в тексте самой работы. То есть, к ней пальцем и покажи, где в своей работе ты этот метод применял. Поэтому вот эту часть приходится... Ну и цели, и объекты предмета, они по ходу работы тоже будут конкретизироваться. Но вот эту часть в самом конце забывают обычно проверить. И тогда вылезает наблюдение, а наблюдения в работе вообще нет. Не только ни в теоретической, ни в аналитической, ни в практической части. Спрашивается, где? Делал, нет, не делал. Ну тогда убирай, проверяй. Забываем. Поэтому вот этот пункт нужно проверять перед сдачей дипломного проекта на проверку, на лицензирование научному руководителю. Хотя бы в обязательном порядке, чтобы лишних методов у нас здесь не болталось. Не обращать на это внимание, а это тоже элемент работы, про которую очень часто, к сожалению, наши студенты забывают. Ну и немножко по оформлению. Структура. Структура работы. Примерное содержание глав выпускной квалификационной работы. Первая часть, как правило, первая глава. Это описание самой проблемы, это теоретическая часть, состояние, введение в теорию исследования. Может быть, анализируется там какой-то исторический опыт. Вторая глава, это уже подробный анализ предмета исследования. И третья, это уже практическая, доказательства ранее выдвинутых положений и гипотез, аргументация, расчеты, исследования и описание. И по количеству глав. Вообще, по стандартам, такой ориентировочный стандарт, количество параграфов в каждых главах желательно одно и то же выдерживать. То есть, не должно быть там где-то два параграфа, где-то четыре. Лучше выдерживать одинаковое количество параграфов. Смотрите по, опять же, в методичках вузов это должно быть прописано. Вот то, что попадалось мне, там указано. Указывается в методических разработках одинаковое количество параграфов. В каждой главе по столько-то параграфов. Ну и структура работы, во-первых, лучше. Во-вторых, легче ориентироваться и ставить задачи. Евгения Юрьевна, очень важно, чтобы в итоговой части не появилась новая информация, которой нет нигде. Да, итоговая часть пишется по результатам проведенных исследований, а не берется с потолка. То есть, это в самый последний момент только прописываем. И по оформлению структуры работы очень много времени и сил мы начинаем терять, когда начинаются изменения в работе, меняются названия параграфов, названия глав, и приходится бегать по тексту, а все это делается, конечно, в последний момент. Вот чтобы снизить вот эти затраты, убрать лишние движения и лишние клики мыши и стресса, используйте формат автособираемого содержания. Очень просто. В самом начале работы лучше всего его настроить еще до того момента, как мы начали писать текст. То есть, открывайте чистый файл и просто пишите примерную структуру вашей работы. Пусть даже без названия глав. Глава 1, параграф 1, 1, там глава 2, параграф 2, 1, 2, 2, пару слов написали, потом это все легко поменять. Но вы сразу выстраиваете структуру своей работы, во-первых, во-вторых, вам легче потом будет править это по факту. Автособираемое содержание настраивается в Орде вот здесь. Переходим. Сейчас попробую взять стрелку. Ага, вот она. Переходим вот сюда, во вкладке ссылки оглавления и выбираем автособираемое оглавление. Здесь только обращайте внимание. Выбираем нужный формат и автоматически он уже у нас настраивается. Нам остается только правильно набрать. Только обратите внимание, что вот эти слова заголовок 1, заголовок 2, они связаны со стилями оформления. И проверьте, чтобы настройки шрифтов соответствовали этим, в этих стилях соответствовали требованиям, которыми должны быть написаны заголовки глав и параграфов. Иначе у вас автособираемое содержание потом не будет работать. Стилей это на вкладке «Главное». Вот здесь открываются окошки стилей. Там выбираете, соответственно, заголовок 1 и заголовок 2 и проверяете, чтобы у вас в настройке этих стилей были те требования, которые заложены в методичках. И потом нужным стилем вы набираете название глав заголовком 1, потом меняете стиль, набираете название параграфов вторым стилем. И когда начинаем писать сам текст уже параграфа, поменяйте на стиль оформления обычный. Иногда забывают поменять и потом говорят, что у меня в автособираемое содержание потянулись куски текста. То есть здесь никаких кусков текста быть не должно. Потянулись они потому, что в самом тексте после параграфа начали писать, не поменяв стиль, вручную изменили размер и название шерифта, а стиль-то остался. И автособираемое содержание, оно сюда вот эти куски текста, поэтому будет подтягивать. Поэтому не забыть, главное поменять, когда начинаем писать текст. А дальше это сокращает очень значительно время и наши силы. Поменяли название, поработали со своей работой, изменили параграфы названия глав, что-то добавили, что-то убрали из текста, соответственно, страницы у нас сползли, и в содержаниях надо поменять. Перед закрытием работы мы делаем просто одно действие. Обновить таблицу. И здесь выбираем. Если мы меняли название заголовки, тогда выбираем обновить целиком, обновить все. Либо если мы просто убирали, дополняли текст, но сами заголовки не трогали, тогда выбираем просто обновить только страницу. Нажимаем ОК, автоматически у нас содержание поменялось. Вот это значительно простая вещь, но о которой студенты, к сожалению, не всегда ей пользуются. Но значительно помогает упростить этот процесс работы по форматированию. По списку источников. Про ГОСТ 2003 и 2008 для ссылок уже напоминать не буду. Это мы с вами очень подробно рассматривали на предыдущих вебинарах. Просто напомню про структуру списка источников. Вот это вещи, о которой забывают не только наши дипломники, но и, к сожалению, преподаватели. Порядок, в котором должны располагаться документы в списке источников. Вот он здесь приведен. Электронные ресурсы в самом конце. И законодательные акты, сами законодательные акты, там есть тоже градация внутри этого пункта. От более общих к более частным, от международных законодательных актов до локальных нормативно-правовых актов. Вот в этом порядке, по этой структуре, в списке источников и располагаются наши документы. А внутри каждого пункта они идут по алфавиту. Если иное не предусмотрено. Иное может быть предусмотрено в основном для исторических специальностей, у филологов, у лингвистов может быть другой порядок структуры списка источников. Там может быть чаще всего хронологический, либо в порядке авторов. Но это, как правило, уже в требованиях указано, по какому принципу выстраивается структура. Чаще всего вот по этому. По типам наших документов. А внутри по алфавиту. По видам и по типам. Преподавателям тоже очень хорошо бы это взять на заметку, потому что буквально на днях разговаривала с директором библиотеки вуза, одного из наших вузов, которая сетовала на то, что в период подготовки к аккредитации, когда все программы, всех дисциплин, за все годы всех преподавателей, всех кафедр, они проходят, естественно, через библиотеку, и они проверяют, сверяют списки основной и дополнительной литературы. И вот с этим, говорит, просто беда. Преподаватели не придерживаются вот этой структуры. Я у нее уточнила, про эту ли структуру идет речь. Она говорит, да. То есть это вещь, которая полезна не только нашим тепломникам, но и нашим преподавателям. Для наших РПД, УМКД, вот эта структура там тоже присутствует. И особенно, если есть законодательные акты, то даже преподаватели забывают про их расположение в правильном порядке. То есть такая подсказка, это для нас с вами, для всех. И в конце я вам хочу показать несколько полезностей, которые могут помочь нам уже на этапе форматирования, работы с нашими текстами. Еще раз напомните о том, о чем забывают или с чем прибегают наши дипломники. Как сделать то или это. Во-первых, как сделать ненумерованный титульный лист. Казалось бы, вот забавная история. Ворд вроде бы знают все, а вопросы возникают одни и те же. Вот эти вот вопросы, кстати, вот эти вот приемы, то, что я сюда сейчас собрала, это по реальным вопросам, которые собрала вот за последние пару месяцев от магистрантов, от выпускников, от сотрудников деканатов. Те вопросы, с которыми дипломники все равно приходят. Хотя, казалось бы, с Вордом умеем работать все. Оказывается, какие-то моменты мы упускаем. Ненумерованный титульный лист через вставку, нижний колонн титул и в открывшемся меню выбираем особый колонн титул для первой страницы. Вот тогда у нас первая страница всегда будет ненумерована, а нумерация пойдет со следующего листа. Большие пробелы. Тоже проблема. Как убрать? Это часто бывает при копировании текстов, при переносе текста в свою работу, либо при выравнивании. Есть горячие клавиши Ctrl-Shift пробел, которые выделяют место и просто через эти клавиши убираем. Если очень много таких больших пробелов, включайте показ скрытых значков. Здесь вместо одного пробела оказывается стоит у нас три. И если это единичный случай, можно поменять здесь вручную, но если их слишком много, это достаточно трудоемкий процесс. Можно через функцию заменить. И в открывшемся окошке мы просто выбираем вот эти три пробелы, заменяем на один. Если еще остаются большие пробелы, можно потом просто в этом окошке заменить два пробела или четыре пробела. Вот эти четыре. Разно нажимаем на клавишу пробел и в поле заменить на там ставим один пробел и просто проверяем по всему документу. Тогда он вам автоматически все эти большие пробелы уберет сам. Это тоже хороший такой способ для сокращения количества времени на форматирование текста. Вставка в форму Word нижние и верхние колонки индексы. Иногда возникает такая необходимость. Не всегда у физиков, химиков, математиков у гуманитариев тоже иногда приходится пользоваться этим. И можно вставлять либо через специальную вставку, либо используя горячие клавиши. Ctrl плюс равно, Ctrl и равно это для нижнего индекса и Ctrl shift равно это для сочетания клавиш для верхнего индекса. Форматы даты и времени тоже есть хорошие горячие клавиши, которые быстро помогают это заменить. Alt shift D и Alt shift T. Первый для даты, второй для времени. Это когда есть англоязычные и русскоязычные форматы представления требуются. Легко с помощью этих клавиш изменить форматы даты и времени. И еще несколько полезных таких сочетаний горячих клавиш, которые при редактировании просто незаменимы. Особенно, когда вам надо написать диплом за ночь или 44 РПД за 3 дня. Без них это очень ужасное занятие. Вернуться к предыдущему месту редактирования позволяет сочетание shift F5, но здесь есть ограничение. Оно действует только 3 раза. Трижды это можно сделать по удалению, по глубине как бы. Подписи к рисункам тоже легко обновляются с помощью горячих клавиш. Вот это Alt Backspace просто незаменимая вещь. Случайно стертый текст очень легко вернуть. Он прям кусочек обратно возвращает. Борьба с большими буквами это shift F3. Не знаю, не спрашивайте, работает ли он в соцсетях, не пробовала. Полезная вещь через control выделение нескольких фрагментов, но это такая известная штука. А вот быстрое выделение больших частей текста это удобный удобный такой хак. Ставим курсор, но он не работает через прокрутку полей. Вот эта полоса прокрутки, на нее уходить не надо. Здесь самое главное не делать клик мыши раньше, чем положено. В начале выделяемого фрагмента ставим курсор, потом просто пролистываем страницы скроллим до нужного места на другой странице и там при нажатой клавише shift ставим клик на окончание фрагмента. И весь вот этот вот огромный массив материала, огромный массив текста он нам выделяет моментально и весь. Это удобнее, чем просто нажать выделение и крутить страницу с этой нажатой клавишей где-то сползло, где-то не упустилось, надо начинать сначала. А вот это вот сочетание, оно очень хорошо, вот этот способ работает, когда именно на несколько страниц большой фрагмент, а нам его надо выделить. И по устной защите хочу поделиться таким небольшим простым совершенно лайфхаком, наверное, простым приемом, который очень хорошо помогает дипломникам, мы его отрабатывали со студентами при подготовке к устной защите. Да, кстати, по списку источников и по слайдам. Очень хорошо вставлять в слайды. Единственное замечание сегодня, вот такую вставку вопрос про слайды сделаю. Когда готовим презентацию своей выпускной квалификационной работы, очень хорошо туда вставлять слайд между методикой, когда мы говорим о методах, которые мы применяли при проведении исследований и переходом к содержанию. Вот здесь хорошо вставить слайд с указанием, сколько каких источников было отработано при подготовке исследования по тем же типам издания. Научная литература, монографии столько-то, учебные пособия столько-то, просто количество. Давайте сделать вот такой слайд в виде таблички. Статьи из периодических изданий, из сборников материалов конференций их лучше разделять, ну и в самом конце, как всегда, электронные ресурсы. Только смотреть, чтобы итоговое, внизу прописать итог, только смотреть, чтобы итоговое количество на слайде совпадало с итоговым количеством в списке источников, иначе будет не очень приятно. Поэтому вот это очень хорошо и положительно влияет на, воздействует на аттестационную комиссию. И при подготовке к устной защите очень хорошо использовать вот такую небольшую фишку, которую мы тоже попробовали с нашими студентами, назвали ее навигатор. Для безобразия простой инструмент. Вордовский фалик, мы его делали, вставляли просто табличку в Ворд, альбомный или книжный формат, это вы уже выбираете сами, в зависимости от текста. И суть очень простая. Слева идут слайды, справа текст, который произносится в то время, пока слайд находится на экране. Вот это здорово помогает, во-первых, структурировать свою защитную речь, во-вторых, ориентироваться и по... Хорошо бы вот эти вот изображения слайдов туда тоже вставлять, примерно так, как мы это делали. И при подготовке к защите, там же время очень сильно ограничено, это помогает лучше придерживаться тайминга. То есть сначала мы вот так по слайдово разбиваем речь и прямо записываем в правую колонку те слова, которые будем говорить. Ну, кто-то из студентов писал очень подробно, кто-то писал очень коротко в виде плана, тезисов. А дальше с секундомером просто проводим хронометраж, докладываемся мы в эти отведенные 10-15 минут или нет. Если не откладываемся, тогда убираем лишний текст. Сначала его просто прочитываем, потом проговариваем. И только после этого, когда все подогнали, можно уже этим навигатором спокойно пользоваться на самой защите. Во-первых, это проще самому студенту ориентироваться в своей презентации. Стрессовый момент имеет место быть, вот этот экзаменационный или защитный стресс. Можно забыть и то, что очень хорошо знал от волнения. И вот этот навигатор, он помогает не уйти от текста и сориентироваться, что же у меня дальше. То есть сделать вовремя нужный переход по тексту на нужный слайд. Вот, кстати, вот эта подсказка, она, знаете, еще где хорошо работает. Сначала я проверила это на студентах. Вот так мы с ними готовили выступления на конференциях, где они выступали, потом на защите курсовых и на дипломных проектах. Работает очень здорово, очень хорошо. И потом я это уточила себе в подготовку к видеолекциям. Вот когда записываем видеолекции, там немножко еще, правда, есть свои нюансы, но в принципе вот этот же навигатор, он очень хорошо работает и для преподавателей. Когда мы готовимся или записываем видеолекции, обычно это проходит большими кусками. И для того, чтобы не переснимать по 44 раза, не делать лишних дублей, и не тратить время и силы. Вот этот навигатор очень хорошо работает. Тем более, что при записи не всегда у нас вот эти слайды есть. Они потом добавляются в визуализацию, а здесь я уже могу по ним ориентироваться. То же самое и для студентов. Если на защите может произойти все, что угодно, не запустилась презентация, не открыли слайды, поэтому мы здесь подстраховываемся для устной части. Во-первых, есть навигатор. Я знаю порядок, мне легче ориентироваться в тексте. И ребята у меня делают распечатки своих презентаций. Они небольшие, там максимум 10 слайдов. Делают распечатки, приносят с собой, если вдруг какой-то технический сбой, не дай бог, всегда есть материал, который можно раздать той же самой комиссии. То есть они имеют возможность оценить и нашу подготовленную презентацию. Опять же, в плюс студент. Он действительно готовился, и она действительно есть. Вот это вот маленькие такие фишки, которые можно использовать для подготовки ВКР и для устной защиты. Елена Анатольевна, это навигатор в Орде. Навигатор делали в Орде. Потом его можно распечатать и спокойно по нему ориентироваться. Итак, коллеги, мы с вами добрались счастливо до завершения нашего сегодняшнего вебинара. Мы рассмотрели с вами сегодня некоторые хитрости, некоторые приемы, которые облегчают нам работу при подготовке выпускной квалификационной работы. Это, знаете, такая чистка и пристрелка нашего оружия, с которым с этим ВКР наперевес, чтобы не страшно было выходить потом к администрационной комиссии. Ну и позволяет снять дополнительные стрессы, которые возникают при необходимости сжатые короткие промежутки времени, а чаще всего в самый последний момент, когда нужно большой объем работ исправить, поправить, откорректировать. Вот это вот, вот эти вот вещи, они помогают нам здесь сократить затраты и времени, и сил. То есть такая бережливая подготовка ВКР. Ну и коллеги, напоминаю вам, что в нашей группе на Фейсбуке можно делиться своими находками, вопросами, болями, проблемами. Все это, естественно, мы будем стараться помочь, рассмотреть, подсказать. И коллеги, я подпрашиваю вас так, ага, во вкладку «Вопросы» у нас уже стали поступать некоторые, некоторые лайфхаки. Давайте мы сделаем так. Я понимаю, что, может быть, не слишком, слишком, слишком короткое время для того, чтобы сообразить. Наверняка у каждого есть свои какие-то наработки и свои приемы, связанные с форматированием и с подготовкой ВКР, которыми можно было бы поделиться. Давайте мы сделаем так. Список участников у меня все равно будет. Я этот конкурс объявлю тогда в нашей группе. Сейчас кто-то, может быть, не успел сообразить, кому-то, может быть, сложно со смартфонов во вкладку «Вопросы» добавлять. Я тогда сделаю такой открытый конкурс, конкурс, но дипломы у нас получат только те участники, которые были у нас на сегодняшнем вебинаре. Если их варианты попадут в число призеров, то тогда получаем бесплатный сертификат. Давайте тогда сделаем так. Ну и условия я тогда в группе размещу. Елена Анатольевна, а можно в группе маленькую подсказку про навигатор. Елена Анатольевна, можно про навигатор. Я думаю, что на одном из вебинаров я про него буду говорить. У нас как раз будет по расписанию где-то, если я не ошибаюсь, ближе к январю, а может даже и где-то там. Надо посмотреть по расписанию ближе к январю. Будет один или два вебинара про вебинары. И вот там я вам как раз про этот навигатор уже более подробно расскажу, как его делать. Елена Анатольевна, вы можете написать вопрос в группе. То есть здесь навигатор для дипломной работы или для видео лекции. Для преподавателей или для студентов. Для кого? Светлана Николаевна, адрес группы только что я давала чуть повыше, но дам ее еще раз. Да, адрес группы у нас здесь. И, дорогие коллеги, всем большое спасибо за сегодняшнюю работу, за участие в сегодняшнем вебинаре. Рада была с вами снова встретиться. И желаю вам хороших дипломных работ, минимум стрессов и максимум удовольствия. Спасибо всем за сегодня и до новых встреч! Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша вебинарная неделя. Напоминаю, что в Директ Академии вебинары проходят каждый день, кроме выходных и праздников. где-то ближе к концу чата я разместил ссылку для тех, кто хочет приобрести наш сертификат за участие в данном вебинаре. Ну, а всех вас и особенно Татьяну я хочу поблагодарить за участие и проведение сегодняшнего вебинара. Хочу вам пожелать хороших выходных и до встречи на новой вебинарной неделе. В понедельник у нас начинается полная вебинарная неделя. Не забывайте про нас, приходите на наши вебинары. и вебинарной Продолжение следует... Продолжение следует...